Сегодня в нашей истории будет очень много глаголов движения. Как обычно, я читаю историю два раза. Первый раз медленно, второй раз в обычном темпе, как обычно говорят носители языка. Будет несколько вопросов, и позже я дам некоторые объяснения. Итак, поехали! Две сестры, Лиза и Диана, решили поехать на футбольный матч. Матч проходил на стадионе Лужники в Москве. Сёстры живут в Ступино. Это примерно 100 километров от Москвы. Они решили поехать на такси. Когда машина подъехала, они вышли из дома, сели в машину и сказали водителю. Мы едем в Лужники, но по пути надо заехать в магазин. Они заехали в магазин, потом водитель включил навигатор, набрал слово «Лужники», и скоро машина выехала из города. По пути они проехали много маленьких деревень. Но девушки совсем не следили за дорогой. Они болтали и слушали музыку. Через два часа машина остановилась. Водитель сказал «Мы приехали». Лиза и Диана хотели выйти из машины, но увидели, что они в маленькой красивой деревне. «Куда мы приехали?» – спросили они. «В деревню Лужники», – был ответ. К сожалению, водитель совсем не знал эту местность и привёз их в деревню Лужники вместо стадиона Лужники в Москве. Оказалось, что они проехали сто километров в другую сторону. Конечно же, сёстры пропустили матч. Поехать на матч. Заехали в магазин. Вышли из дома. Он привёз их. Куда сёстры хотели поехать? В деревню. На футбольный матч. В магазин. На футбольный матч. Куда они заехали по пути? В другой город. В деревню. В магазин. Куда они приехали? На стадион Лужники. В деревню Лужники. В Москву. В деревню Лужники. What does пропустили матч mean? Missed the match? Enjoyed the match? Were late for the match? Пропустили матч means Mr. Match. Ну что же, я надеюсь, вам понравилась история. Давайте послушаем её ещё раз. Теперь в обычном темпе. Две сестры, Лиза и Диана, решили поехать на футбольный матч. Матч проходил на стадионе Лужники в Москве. Сёстры живут в Ступино. Это примерно 100 километров от Москвы. Они решили поехать на такси. Когда машина подъехала, они вышли из дома, сели в машину и сказали водителю. Мы едем в Лужники, но по пути надо заехать в магазин. Они заехали в магазин, потом водитель включил навигатор, набрал слово «Лужники» и скоро машина выехала из города. По пути они проехали много маленьких деревень, но девушки совсем не следили за дорогой. Они болтали и слушали музыку. Через два часа машина остановилась, водитель сказал «Мы приехали». Лиза и Диана хотели выйти из машины, но увидели, что они в маленькой красивой деревне. «Куда мы приехали?» спросили они. «В деревню Лужники», был ответ. К сожалению, водитель совсем не знал эту местность и привез их в деревню Лужники вместо стадиона Лужники в Москве. Оказалось, что они проехали 100 километров в другую сторону. Конечно же, сёстры пропустили матч. So, today we practice the following verbs of motion. Поехать. To go somewhere by car. Например, две сестры решили поехать на футбольный матч. Подъехала. Drove up. We can say машина подъехала к дому. Or я подъехала к дому. The verb ехать always means that I'm using a transport. The prefix подъехала means to come up, to an object. Вышли. Went out. This is a past form of a verb выходить, to go out. Выезжать. Выезжать means to go out by any transport. Едем. Are going somewhere. This is a present form of a verb ехать, to go by transport. ЗАЕХАТЬ and ЗАЕХАЛИ. To go somewhere on the way. Например, нам надо ЗАЕХАТЬ в магазин. ЗАЕХАЛИ is a past plural form. Мы ЗАЕХАЛИ в магазин. The next one is ВЫЕХАЛА. ВЫЕХАЛА. Went out. That is a past feminine form of a verb ВЫЕЖАТЬ. ВЫЕЖАТЬ. We use it for transport or people using any transport. Here we had МАШИНА ВЫЕХАЛА из ГОРОДА. ПРОЕХАЛИ. Went past. Or went some distance. For example, По пути мы проехали много деревень. Or они проехали сто километров. The next one is ПРИЕХАЛИ. Arrived. The prefix ПРИ always means to come or to arrive. The next one is ВЫЙТИ. To go out of. That is a perfective form of a verb ВЫХАДИТЬ. We use it for single actions. Они хотели ВЫЙТЬ из МАШИНЫ. ПРИВЕЗ. Took somebody somewhere. That is a past form of a verb ПРИВОЗИТЬ. For example, Он привёз их в деревню ЛУЖНИКИ. If you are not confident about verbs of motion and prefixes, Definitely, definitely watch my two previous videos. Ну что же, Мы отлично поработали сегодня. Теперь можно ПОЙТИ попить кофе или ПОЙТИ прогуляться. А ещё Вы всегда можете ПРИЙТИ на мои уроки по скайпу. Видите, как много глаголов. Так, всё, опять я начинаю болтать. Всё, всем пока-пока. ПОЙТИ